...времени для осенней погоды. Я думаю, что 1040, наверное. И я смотрю, зрители подходят, подходят. Давно уже у нас не было интересных матчей в Лужниках на отлично подготовленном стадионе. Матчи международных европейских турниров. Ну и первый матч этого сезона в Лиге Чемпионов. Спартак проводит первый домашний матч. Итак, всё. Внимание к футболу. Спартак пошёл вперёд. Шимаров был с мячом какое-то короткое время. Тихонов. Поляки стараются вне игры сделать искусственное. Вот и едва не поплатились. Шимаров вышел. Вышел и чуть-чуть бы пораньше он побежал в свободную зону. Мог бы овладеть мячом. Десятый номер Цезарь Кухарский. А четвёртый номер Яцек Беднарш. Один из самых активных полузащитников. С его подачи часто забивает мяч и ну ещё вот такая информация. В этом году, как только стало известно, что польская команда будет играть в Лиге Чемпионов, она усилилась. Пришли футболисты, которые в прошлом году играют в других клубах за границей. Ну, Левандовский в Лагранесе. Станок в Ассасуне в испанской. Кухарский в Арау. Причём, одолжен был швейцарским клубом на один сезон. Вяческий пришёл из клуба ЛКС. Но сегодня у него был нападающий второго кубица. Он играл в Рафиде. Так что команда серьёзно готовилась и укреплялась. Исходя из того, что играть надо в Лиге Чемпионов. Но мы знаем, что и наша команда укрепилась. И Черчесов пришёл вовремя. И Юран, и Кульков. И так идёт борьба. Кульков пытался ударить метров с 27. Да, Кульков восьмой, Юран в шестой. Очень похоже. Поляки сначала атаковали один раз левым флангом, теперь правым. Дальний длинный удар метров на 57. Линию атаки Спартака. Шмаров и Павел Янос. И вот среди его помощников есть. И сам Янос. Простите, сам Янос в прошлом очень хорошо играл в футбол. И за свой клуб, и за сборную Польшу провёл 51 матч. Вообще любопытная деталь. Он играл центрального защитника. Редко в командах бывают тренерами бывшие защитники. А у нас, смотрите, сегодня и Романцев играл в обороне, и Павел Янос. Вызвали польским Бакимбауэром. 51 матч он провёл за сборную Польши. Ну и помощник Люксан Брыкчий. У него очень известный. У Брыкчия несколько рекордов клубом. Провёл в лиге польской. 368 игр и 180 голов. И тоже играл в сборной Польши Люксан Брыкчий. Так что известные в прошлом футболисты польские и уважаемые наши зрители многих их знают и повсюду помнят. Тиранов польского футбола. Часто были игры. Положение вне игры искусственно не получилось. Спартак идёт вперёд. Итак, что мы видим. Второй раз или уже третий польская команда создаёт искусственный офсайт. Один раз это было сделано не лучшим образом. Второй раз и вот третий едва спартаковцы не наказали соперника. За нечёткое выполнение этого очень сложного элемента обороны. Итак, Цимбаларь, Никифоров. Никифоров готов к удару. Мы знаем, как мощно может ударить Юрий Никифоров. Чуть меньше 20 метров. Метров 19 до ворот. Я думаю, что и польская команда знает, на что способны отдельные футболисты Спартака. В чём сила Кцимбаларь останавливает мяч, бьёт Никифоров и попадает в соперника. Да. Это Кульков, а Олег Иван Шраманцев на скамейке. 0-0 в матче Лиги Чемпионов. На канале ОРТ прямая трансляция столичных лужников. Матч Спартак-Легия. Небольшое преимущество в эти первые минуты на стороне Спартака. Мяч там куда-то далеко укатился. Мобедов сейчас будет вводить его из боковой линии. Это Виктор Анопко. Олег Иванович поменял сигарету на жевательную резинку в сегодняшнем матче. Клистов. Никифоров. Десятый номер пятнадцатый. Мяч потерян. Поляков хороша линия полузащиты. И обороняются они хорошо. И мяч перехватывают. И начинают атаки. И сами подключаются. Но случайно в этих трех матчах Лешик пиш. Капитан команды забил уже три мяча. Ну, матч на Кубок Чемпионов. Никифоров. Стараются спартаковцы играть широко. Вот обратите внимание, у самой бровки справа Тихонов. А слева, у противоположной бровки, находится Симбалай. Естественно, это правильно. Потому что, вот судя по началу игры, судя по составу, полеги, конечно, будут обороняться больше. И ловить Спартак на контратаку. Юран. Шемарова мяч не попадает. Еще одна атака. Ришер Станок налево неточен. Вот седьмой номер Лешик пишет. Капитан команды. Самый умный, самый любимый, самый техничный. Вообще, вы знаете, во многих командах всегда малыши любят. В любой команде. Вспомните, спартаковца Булгакова, Кусаинова, других. Ну, в общем, да, вот я почти не ошибся. Около сорока тысяч. Ну, а раньше и Татушин был невысок рост. А да в разных командах, почему-то, вы знаете, болельщики всегда очень любят малышей. Потому что они всегда подвижны, быстры, техничны. Играют оригинально. Павел Яновс. 0-0 по-прежнему. Восемь минут уже сыграно. Девятая пошла. 0-0 в матче Спартак-Легия. 0-0 в фланге тут скопление игроков. Никифоров. Тихонов сразу бежит к флангу, сразу к бровке. Нет, здесь не точный пас. Яцек Беднарш. Анутка. Никифоров. Ну, у нас справа играет в обороне Мамедов. Слева Хлестов в центре обороны. Анутка, Никифоров. Юран и Шмаров. Впереди все остальные. Влиния полузащита. Справа Тихонов. Слева Цинбаларь. Кольков 5, низкий бой. С это нет положения вне игры? Нет. Знаете, если наша команда вот сейчас обратит внимание на то, что поляки уже который раз делают искусственное положение вне игры, и не очень четко, то можно вот это использовать. Можно поймать, и кому-то из нападающих или полузащитников свободно можно выйти в ударную позицию. Так что надо делать? Надо внимательно действовать защитникам и полузащитникам в момент передачи. Чтобы передача была в тот момент, когда находятся нападающие наше правильное позицию. А теперь поляки атакуют. Первая такая серьезная атака. И первый угловой удар у ворот Черчесова. Грегоша Левандовский ушел с фланга, и Лешек Пиш пошел выполнять удары. Прекрасно выполнять штрафные, дальние удары, ну и угловые удары. Так, смотрим, еще раз напоминаю, среди поляков очень много высокорослых игроков. 181, 184, почти вся команда такая высокая. Но мяч летел на ближнюю штангу, и... Никиворов отбил мяч, ну а потом удар такой от души в сторону. Не могу сказать, что поворотом, просто так, подальше. Вот из поляков выбил мяч далеко, улетел. Прямо на трибуне, казался. Комбинате начал Никифоров. Цимбалар, и у него из-под ноги Марек Южвяк выбил мяч. А вот теперь небольшая срезка. С фланга лучше направлять мяч по флангу, а не в центр. Поляки хорошо страхуют друг друга, играют жестко в обороне. Но вот в какой-то степени игра обороны, игра защиты, напоминает игру на своей половине поля английских клубов. Очень часто получается, что польские защитники выстраиваются в одну линию. Юран там с кем-то разговаривает. Ну лучше с арбитром не разговаривать. Не надо. Ради бога. Желтые, красные карточки. Все, может быть, арбитры не смотрят на фамилии, на авторитеты. Вот никакой час ворот оказалось. В нашей команде одно предупреждение имеет лишь Рамис Мамедов. Никифоров. Одного прошел, а второго нет. Не удалось. Сразу поляки пошли вперед. Их четверо. Кульков. Еще одна передача в направлении наших нападающих. Юрана и Шмарова. Они очень хорошо располагаются. Они находятся рядом на одной линии с защитниками. И в этой ситуации очень хорошо можно убежать. Использовать это. Кульков. Прекрасно. Пятницкий. Еще дальше. Юран. Останавливает на грудь. Падает. И пенальти. Толчок в спину. Нарушил правило Яцек Беднар. Отдадим должное Юрану. Он прикрыл мяч от польского футболиста. И тому оставалось только ткнуться в спину носом. Ну и немножко подтолкнул. Кто будет бить? Никифоров. Штатный пенальтист. Давайте еще раз смотрим этот эпизод. Вот смотрите. Юран оставил мяч грудью. Прикрывает его от Беднаржа. А тот его рукой, рукой подталкивает. Ну и Юран тут же и упал. Естественно. Итак, Никифоров. Удар. Гол. Прекрасный удар. Тринадцатая минута оказалась несчастливой для Легии. Записываем. Забил Юрий Никифоров. Тринадцатая минута. Юрий Никифоров. И как не вспомнить, что первый мяч в Блэкброне забил Сергей Юран. И здесь, как говорится, при его непосредственном участии был забит первый мяч. Один ноль. Поляки начинают в центре. Пиш. 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 Субтитры делал DimaTorzok Водители нашей программы, вводители дня вносите извинения. Прямая трансляция, регламент UEFA, ничего не сделаешь. Зрителям, я думаю, приятно. Но кое-кто, естественно, пострадал. И мы, как говорится, извиняемся перед нашими малышами, перед нашими детьми, внуками. Сегодня, дорогие ребята, сегодня не будет программы «Спокойной ночи, малыши». Ну, завтра, послезавтра, все будет так обычно. И еще вот какое изменение. В перерыве, в перерыве будет укороченный выпуск программы «Время». Укороченный. В перерыве, сразу после окончания первого тайма. А вот после конца футбола, вот пойдет та программа, которую недосмотрели в рифере перед началом. Кинопанорама эта программа. Вот, пока я рассказывал, тут легкая суматоха возникла у наших ворот. Так что вот такие изменения приходится. По-живому, как говорится, менять программу. Но все, опять, я думаю, что в интересах людей, любителей футбола. Футбол-то классный. Посмотрите, как «Спартак» сегодня играет. И вчера был великолепный футбол. Так что на канале ВРТ делается все, чтобы было как у всех, как во всем мире, как в Европе, везде. То самое интересное на данный момент было живьем в эти мгновения, вы и видели. Поляки, смотрите, перестроились и уже сейчас провели вторую атаку. «Спартак» с трудом отбил мяч к центру поля. «Шмаров» делает передачу на правый фланг. Чуть бы дальше. Там Тихонов свободен. В последних матчах очень хорошо играет Андрей Тихонов. Чем он хорош? Он не так яркий, не так вот бросается при завершении, а так его игра, как и у Рана. Но он успевает и в оборону вернуться. И на правом фланге подключается, обеспечивает передачи в центр. Такая незаметная, малозаметная, скажем, но очень полезная игра с стороны этого футболиста. Который, в общем-то, будучи нападающим, вынужден перейти в полузащиту, чтобы положения вне игры нет. Упустили защитники. Скорее всего, это Холестов был. Упустили польского футболиста, который ворвался в штрафную площадку. Это был Ришард Стан. И мог сейчас головой перебросить мяч назад через вратаря. Так что 1-0 пока. 16-17 минута первого тайма. Напоминаю, в пенальти мяч забил на 13-й минуте Юрий Никифоров. 2-й минута первого тайма. 2-й минута. Тихонов. Хорошо обыграл Беттержей, пошел вперед и отступился. Поле-то идеально ровное, гладкое, зеленое. Очень хорошее поле. Ну, не хуже, чем вчера было в Ливерпуле, когда вы видели, как прекрасно сражался наш Спартак из Владикавказа. Спартак Аланья, с Ливерпулем. Тихонов. Отличная передача, Цимбаларь! То ли его подтолкнули, то ли просто пробежал Цимбаларь, но передача-то была какая острая со стороны Тихонова. Вот, смотрите, два наших крайних полузащитников, как сейчас хорошо сыграли. Андрей сделал передачу, а Илья вовремя оказался. А теперь играет, отлично играет наш вратарь Черчесов. Уже в того расстанок по центру выходит вперед. Тихонов, Мамедов. Посмотрите, как быстро перестраивается польская легия. Вначале оборонялись, оборонялись, а теперь уже не стесняются, идут вперед большими силами. Ну, естественно, счет уже другой, нужно отыгрываться. Никифор, простите, Ановка. Хлестов. Никипров. Ановка. Иначе рукой был установлен. Это Радослав Михальский. Ошибся. Ну, сыграл неправильно. Еще раз обращаю внимание, у нас кабин находится на самом верху, под крышей. Как хорошо видно, что поляки, все время защитники, выстраиваются в одну линию. Вот они искусственное положение вне игры сейчас делали. И можно сейчас идти вперед, может, самому идти было вперед, но свисток прозвучал чуть раньше. Честно показали в ложе Юрий Михайлович Ружко. Мэр Московский, сам отличный футболист, прекрасно играет за сборную команду правительства Москвы. И скоро, с 7-го числа, здесь будет интересный турнир в Лужниках. Сборная команда правительства Москвы, сборная команда правительства России, сборная команда Думы, Совета Федерации. Вот такой двухдневный турнир четырех команд, где будут играть руководители нашей столицы, нашего государства. Интересно будет спросить, кто же сильнее. Ну, команды правительства Москвы, хороший состав, команда регулярно тренируется и победить ее будет совсем непросто другим командам. Но вернемся к мастерам большого футбола. 1-0 Спартак выигрывает, но сейчас вынужден, вынужден, безусловно, больше играть на своей плане поля. Цимбаларь. Еще одна длинная передача. Чимбаларь. Жестковато остановил мяч, отскочил метра на два. Флажок тут пострадал от Яцека Зелинского. Сломали флажок. Болезни. Арбитер просит. Резервный флажок должен быть. Флажок. Поставили флажок, все в порядке. Тихонов. Тут ноги сверкали перед лицами футболистов, как шпаги в довольном бою. Не успел тихнуть. Беднорш. Аута нет. Станек. Ох, какая борьба. Какая борьба идет. Тихонов. Юран справа у самой бровки. А в центре Цимбаларь. Приходится вот так играть. Почему так пришлось сыграть? Потому что сзади дышал в спину Илья Цимбаларь. Потому что он заставил соперника ошибиться. Оказалось бы, уже трудно было Илье достать мяч. Но тем не менее он боролся и заставил соперника выбить мяч за линию ворот. Угловой. Итак, Цимбаларь выполняет удар с угла поля. Вратарь Матцей исчезнет. Опыт и вратарь ему 30 лет. Высок. 191 рост. Ну и 5 раз играл за сборной польки. Юран смотрит на судью. Свистка-то не было, да? Или был? Значит, свисток был, но судья на линии флажок не поднимал. Я посмотрел на... Спартаковцы ждут, ждут своего момента. Я думаю, дождутся, когда они вот это накажут за то, что польская команда не совсем четко создает, я скажу так, искусственное положение вне игры. Пиш. Второй номер. Збигнев-Манджиевич. Правый защитник, ростом 184 сантиметра. Кульков. Ановка. Не очень точно. Но вернули мяч Ановка. Наш капитан еще дальше. Нет положения вне игры. Выход 1 на 1. Пятецкий. Еще дальше. Как же не забили спартаковцы. Шмаров. Ну, Юран там показывает, что ему нужно было, да не нужно было ему давать мяч. Но вдвоем-то вышли. Черт уже вальт на резинку. Олег Иванович взял сигарету. Ну, на нервничность, конечно, вот такой эпизод просто... Обязаны были спартаковцы забивать. Через центр убежали вдвоем. Угловой. Пиш. В таких случаях говорят, варя, вратар спас свои ворота. Но ситуация такая, что вратарю нельзя оставлять шансов, чтобы он спасал. Нужно бить так, чтобы он... Ну, такой-то, с 5-6 метров. Нужно бить так, чтобы никакой вратарь, самый гениальный, самый быстрый, самый опытный, не смог отразить туда. Тихонова атакуют. Мяч ушел за боковую линию. Спартак будет вводить мяч. Тут работники стадиона совместными усилиями проводят замену углового флажка. Удалось им это сделать с большим успехом. Под аплодисментом лишь сидящих зрителей. А в центре вот тут, такая силовая борьба идет. 25-я минута. Первого тайма. 1-0. Спартак выигрывает. Да, вот, обратите наш, еще раз, нашу информацию, нашу бегущую строку. Асайд. 4-й номер. 4-й номер Яцек Беднарш. Хотим тоже в самых пленистских игроков. У него рост 176 сантиметров. Он полузащитник. Ну, сейчас играет на месте левого защитника. Он пару раз играл за сборную. Польша. Мяч отбрасывается назад. И очень правильно сыграл Юран. Цимбаларь. Юран сбили нашего полузащитника. И штрафный удар. Будет ли Никипрова бить отсюда? Да вряд ли, вряд ли. Ну, а нога пошел вперед. Я думаю, что не все знали, что у нас будет прямая трансляция, поэтому, извините, что я несколько раз буду говорить одно и то же. Уважаемые телезрители. Уважаемые телезрители. После окончания первого тайма пойдет укороченный выпуск Куплинара 15-минутной программы «Время». А потом сразу второй тайм. А ну-ка. Юран. Отбрасывает, значит, назад Шмаров мог ударить. Испугался. Довольно-таки жестко его атаковали. Защитник шел, как говорится, с прямой ногой. И мог он получить травму. Немножко остановился. Поэтому. Польская команда. Польская легия идет вперед. Весчицкий. Кульков. С трудного положения направил мяч. Через себя, ближе к центру поля. Пиш. Зелинский. Мяч отобран. Кульков за майку придерживали. Арбитр не дал свиска, потому что мяч остался у Спартаковца. Пятницкий. Левый фланг свободен. Левый фланг свободен. Смещался в центр. Шмаров освобождая левый фланг. Но мяч не передавался на фланг почему-то. Цимбаларь отходит назад. Станок. Зелинский. Спартаковцы отходят. Ближе к штрафной площадке. Не атакуя соперников. Вновь Станок. Вновь Зелинский. Стретили недовольны, что Спартак так пассивно обороняется. Ну, это только так кажется. Поскольку были все зоны перекрыты, футболисты в Легии ничего не оставалось вот так направить мяч куда попало. Закурил и второй тренер. Станислав Черчесов. 29-я минута первого тайма. 1-0. Спартак выиграет в Москве у Легии. И напоминаю, на канале ОРТ прямая трансляция матча Лиги Чемпионов. Спартак-Легия. Матч проходит в столичных Лужниках. Матцы счастны. Счастны. Анутка. Еще одна попытка нанести дальний удар сегодня. Дальние удары пока у футболистов Легии не идут. В чем тут дело? Спартаковцы не дают им времени на подготовку. На размышления атакуют. И поэтому часто приходится бить без хорошей подготовки. Легия атакует правым флангом. Нарушение. Цимбаларь ошибся. Штрафной удар. Вот нос даже разбит, по-моему. Что тут было? Мяч невысоко подпрыгнул. Польский футболец пытался играть головой. А Цимбаларь бил мяч снизу. Как говорится, издержки производства. Тут никакой грубости не было. Но бывает, что... Давайте сейчас посмотрим. Это вот Пиш делает передачу. И вот дальше. Смотрим. Вот видите, как нельзя. Вот Цимбаларь прав. Вот такой низколетящий мяч нельзя играть головой. Джегор Шлемандовский сам пострадал, как говорится, по собственной инициативе. Конечно, жалко. Конечно, все равно больно. Все равно неприятно. Но я думаю, что он будет продолжать игру. Сейчас ему тут окажут помощь. Водички дадут попить. Тем не менее, нет все-таки замены. По-моему, один из тренеров показывает, что надо готовить замену. Ну а серьезная угроза у ворот Спартака. Удар в сторону от ворот бил Збигнев Манджиевич. Итак, Моссор, Кубица, Федорук. Ротальчик в резерве у Леги. Кто-то из них может сейчас выйти. Если уж так здорово нос разбили Левандовскими. Это вот в Анджиевиче он сейчас берет ворот. Пятницкий. Анопка. Да, вот Симбаларь получил предупреждение. Никифоров. Очередное вне игры. Вновь неудачно. Юран бьет. Попадает прямо во вратаря. Вот видите, как еще раз наши хорошо использовали неудачно выполненные искусственные положениями игры. Потому что, когда в одну линию выстраиваются, уже страховать невозможно. И очень хороший пас был за спину. Юран смотрит, не знаю, переживает. Некого винить. Нужно бить так, чтобы не попадать в вратаря. Или можно было сделать передачу, может быть, вдоль площади ворот. Спартак один мяч забил. И два еще. Должен был забить. Аут. Посмотрите. Угол острый был, конечно, не так-то просто было найти какое-то свободное место в воротах. Тридцать третья минута первого тайма. 1-0 по-прежнему. Тихонов. Мамедов. Пытается вдоль бровки убежать. Юран. Нет свиска. И играть надо. Может, судя ошибся, а может и нет. Что-то лежать-то. Михальский. Бед наш. Вновь Михальский. Игроков много. В середине поля Спартак вышел с честью. Из этой борьбы с мячом. Еще до длинной передачи. Отлично. Абсолютно тактически грамотно. Сейчас очень хорошо действует. Спартаковские защитники забрасывая мяч за спину полякам. Тихонов. Прострельная передача. Как хорошо Тихонов. Левый ногой вырезал. Потому что неудобно было. Вот бил. Как говорится, из неудобного положения. И так вышел Ратайчик. Кшиштоф Ратайчик. Это защитник. В общем-то. Ну, посмотрим. В какой позиции он будет играть. Шестнадцатый номер. Кшиштоф Ратайчик. Семьдесят третьего года рождения. Рост 184 сантиметра. Сто пятнадцать матчей провел за свой клуб. Сборную не привлекался. Пиш. Левандовский покинул поле. Вышел Ратайчик. Замена. Вместо. Левандовского. Номер шестой. Как хорошо сыграл Тихонов. Номер шестнадцатый. В экипе польской. Змена. Замясть. Кухарский был с мячом. Тихонов. Очень просто сыграл Тихонов. Поляки были готовы, что он сделает передачу ближнему партнеру свободному. Кухарский. Спросите, Вещицкий. Пиш. Постоправо. Хлестов там. Выйдет в борьбу с Бетнержем. Ну и произошли перестановки. Обратите внимание, Бетнерж, который играл слева в обороне, пошел на место правого полузащитника. Ратайчик занял место в обороне на фланге слева. Вот этот шестнадцатый номер здесь вот. Цимбаларь. Мамедов. Пошел, пошел, хорошо сыграл. Очень хорошая передача в положении вне игры. Вот второй раз хочу отметить хорошие индивидуальные действия спартаковских игроков. Две минуты хорошо сыграл Тихонов, а сейчас Мамедов. Он увидел, что все прикрыты, и все ждут от него передачи. И тогда он, как говорят в таких случаях, мне не нравится в слово, взял игру на себя. Он просто сам сыграл, решил сам войти в штрафную площадку. И так и сделал. А потом уже делал передачу партнерам, которые чуть-чуть поторопились. Еще на длинной передаче на свободный флаг. Спартак атакует мяч не вверхом, и, к сожалению, попадает Андрей Пьяненский. Попадает вот ту стоечку, которая сзади ворот, там, где сетки натягивает. Справ Андрей. Молодец, что он... Спасибо, говорит партнеру, который сделал ему очень хорошую передачу. И потом все было хорошо. Он увидел, что в загорослой мации, честно, вышел вперед и пытался перебросить мяч таким мягким ударом. Ну, не попал. Что сделаешь? Тридцать седьмая минута первого тайма. Одинной Спартак выигрывает на тринадцатой минуте. Мяч с пенальти забил Юрий Никитров. Калимандовский. Может только вписать чувствовать. Мяч уходит за пределы поля. Еще раз хочу отметить, что... Не то, что я со своих болею. Мы видели ситуацию. Симбаларий, в общем, хоть и получил желтую качку, был не виноват. Мяч-то от земля скачал. По такому мячу нельзя бить головой. Нужно ногой играть было. Ну, что сделаешь? Симбаларий. Дошел до глаштатной площадки и еще дальше по Скулькову. Удар. Это передача была, это не удар. Передача не очень точная. Призывает честные партнеры выйти вперед-подальше. Но очень сильный удар. Но сейчас мяч и далеко, и чей высоко взлетел. Гольков. Симбаларий. Никифоров. Никифоров. Катинский. Никифоров дальше пошел в стартную площадку. Дошел почти до штрафной и решил поделиться мячом с Юраном. А тут был прикрыт. Страхный удар. Кухарский оказался на траве. Я-то обратил внимание, что вот первые внук 15-20, старители все прибавлялось и прибавлялось. И сейчас уже более 40 тысяч. Одна, две трибуны целиком заполнены заворотами. Одна трибуна на половину, а другая на треть заполнена. Люди приходят, люди с работы, кто-то едет, кто-то от друзей. Ну, в общем, многие часто, как в театрах, так на стиле, приходят, как говорится, впритык за несколько минут до начала представления. Страхный удар. Напоминаю, венгерский арбитр, вся бригада из Венгрии, Ласло Вагна. На всякий случай, два спартаксов, организовали стеночку небольшую. Пиш, мяча. Стенка оказалась из одного Тихонова, и все-таки она помогла. Мяч попал в Тихонова. Симбаларь в центре. Прошел центральный круг. Смотрят, где партнеры. А тут венгерская была и перекрыта. Вновь. Значит, перехвачен Кульков. Симбаларь. Отлично. Да, ну, тут, может быть, Шмаров и погорячился. Положение игры. Пять минут до перерыва. Вещицкий направо. Высокая передача за пределы поля. Олег Романцев, Георгий Ярцев. Очень переживаю. Все матчи Лиги Чемпионов исключительно упорные. Напряженность здесь уже. Слава соперников не осталось. У спартака хорошие возможности выйти с этой группы в одну четвертую финалу. Клистов. Никифр. Вновь Клистов. Ну что-то, подножка и... Желтая карточка. Предупреждение. Получает, не ошибаюсь, Манджиевич. Взбигниф Манджиевич. Смотрим еще раз атаку Спартакану. Подножка тысячи, как говорится, усугубил ситуацию. Рукой подтолкнув спину нашего игрока. Сегодня в Лиге Чемпионов 8 матчей. Хочу напомнить, в 0.30 наша очередная программа о 7 других встречах. Удар! Никифоров еще раз проверил бдительность вратаря. Тут среагировал неплохо. Мяч летел в нижний угол ворот. Итак, в 0.30. Фрагменты 7 других матчей Лиги Чемпионов. Угловой. Мобедов. Тихонов, успеет ли? Нет, не успел. Но, тем не менее, угловой удар. Примерно 2,5 минуты до окончания первого тайма. Спартаковцы разыгрывают мяч с угла поля. Арбитр показывает, что мяч не был в секторе для флага на месте. Флаг хороший. Прочный, наверное, теперь. Нужно повторить удар. Анопка не успел к мячу мяч через него перелетел. Отбили сутболисты Лиги. Выбили мяч из штрафной площадки своей. Кульков. Хорошо. Хорошо сыграл. Анопка. Тихонов. И аут. Итак, первый тайм заканчивается. Прошел интересно с преимуществом Спартака. И напомню, что на 13-й минуте сбили Юрана с ног. И Тихонов выполнил пенальти. От кошмаров стартой площадки нужно отбросить назад. Бьет. Подключившийся к атаке защитник Хлестов. Пьет не точно. Едва не попал в нашу камеру. Сзади ворот. Такая на высоком кране камера. Там оператор сидит. Вот едва Хлестов не угодил нашего оператора, который находится. Метрах двадцати над землей. По второму. Атаки. Кстати, с этой камерой и показывается этот эпизод. Минуту с небольшим. Даже уже и минуты не осталось до конца первого тайма. Спартак продолжает атаковать. Ановка идет, не успел к мячу. Пятницкий. Мамедов оффсайд. Смотрят в дабло тренера, да и футболисты смотрят. Совсем немного до перерыва. Арбитр поднимает руку, сигнализируя помощникам, что осталось играть уже меньше минуты. Это всегда так делают судьи. Главный арбитр показывает, чтобы были внимательны. Эти последние секунды. Штрафно. Ну, естественно, наш секундомер показывает, как говорится, грязное время, не фиксируя остановки. Но арбитра свой секундомер и немножко он прибавил, когда Левандовскому оказывали помощь. Юран. Зачем я на раз Юрана прокинули на... Тогда буду поторопиться. Совсем немного времени поторопиться по выполнению штрафного. Юран, что тут очень... Как-то неудачно, по-моему, упал. Что тут было, смотрите. То ли на ногу ему наступили, то ли голеностоп тут подвернулся. Юрану оказывают помощь, и сейчас его кладут на носилки. Помощь будут оказывать уже, видимо, в перерыве. Вот, да, вот, по левой ноге, вот, хорошо видно, вот, ударили Юрану по левой ноге. Из ЦСКА срочно подадите... Итак, Цимбала выполняет штрафной. Последние секунды первого. Тайв бьет ворота. И мимо ворот. Мяч, наконец, возвращается до поля. Ударт ворот. Итак, первый тайм окончился. 1-0 перерыв. Так, Легия. Несколько секунд назад начался второй тайм. Ничего серьезного не произошло. Ворота Спартака теперь справа. Легия. Вратарь Легии на... В левых воротах. 1-0 после первого тайма. Я напоминаю, что этот тайм прошел с преимуществом московского клуба. Спартаковцы много атаковали. Могли раза 3-4 забить мяч. Но добились успеха лишь одна же. До 13-й минуты сбили с ног штрафной площадки Юрана. И отлично удар выполнил. Отлично пенальти исполнил Юрий Никифоров. Так счет стал 1-0. Спартак вновь атакует. Вновь падает Юран. Арбитр показывает, что нарушений не было. Итак, напоминаю вам составы команд. Столичная команда Спартак. Во втором тайме ворота справа. Станислав Черчесов. Вратарь. Простите, Спартак атакует. Мяч пролетает вдоль всей площади ворот. И выкатывается за боковую линию. Оборона Спартака. Справа играет Рамис Мамедов. Номер 5. Слева Дмитрий Хлестов. Номер 2. Центральные защитники Юрий Никифоров. Третий номер. Капитан команды Виктор Анопко. Номер 7. Полузащитники Спартака. Справа Андрей Тихонов. 11 номер. Слева Илья Цимбаларь. Номер 4. В центре поле. Центральные полузащитники Василий Кульков. Номер 8. Андрей Пятницкий. Номер 10. И два нападающих. Валерий Шмаров. Номер 9. Сергей Юран. Номер 6. Олег Романцев. Главный тренер столичной команды Спартак. Легия. Зеленая форма. Ворота слева. Вратарь Маций. Честные. В обороне справа играет Збигнев Манджиевич. Номер 2. Слева. В большую часть второго тайма. Играет Кшиштоф Ратальчик. 16 номер. Он заменил получившего травму. Джегоша Левандовский. Шестой номер. В центре обороны. У Легии. Марек Южвяк. Третий номер. И Яцек Зелинский. Номер 5. Полузащитники. Легии. Четвертый номер. Вначале играл слева. Воронец. Переграет в полузащитнице. Справа Яцек Беднарш. Номер 4. Капитан команды. Лешек Пиш. Номер 7. Томаш Вещицкий. Номер 11. Радослав Михальский. Номер 8. И Ришард Станок. Номер 9. Впереди в первом тайме играл лишь один Цезарь Кухарский. Павел Янас. Главный тренер Легии. Судейская бригада из Венгрии. Ласло Вагнер. Главный арбитр Ласло Варга. И Чаба Никлаш. Чаба Нилаш. Судей на линии. Итак, 1-0. Спартак выигрывает. И сейчас игра уже изменилась. Спартак уже не имеет такого подавляющего преимущества, как в первом тайме. Цимбала. Несколько слов сейчас. Атака кончится. О том, как проходила игра. Кто-то не видел. Пятницкий. Хорошая атака. Хороший. Гол. Блестяще. Блестяще выполнена комбинация. Пятницкий. Юран. 2-0. Блестяще. Вот и в первом тайме я обращал ваше внимание. Поляки очень часто создавали, пытались создать искусственные игры, устраиваясь в одну линию. И Спартак уже в первом тайме несколько раз. И вот сейчас опять же та же токсическая ошибка. Все стоят в одну линию. И очень тонкая, филигранная передача по технике. И Юран дальше обыгрывает вратаря. 2-0. Мне и в первом тайме казалось, что в конце концов Спартак использует вот эту оплошность. Это вот такое построение защитников. Смотрите, как хорошо они все в одну линию стоят. И как мягко, как удобно ассистировал Пятницкий. Блестящее взаимодействие двух водолистов высокого класса. 2-0. Спартак выигрывает на восьмой минуте второго тайма. То есть 53-й минута. Юран. В первом тайме играл активно. Его сбили был в пенальте. Вот сейчас он забил. Ну и Блэкберд, но он забил. После хорошей передачи Шумарова. Хурмурит, ну как и других ибекспорта, очень важно отмечать у тех игроков, которые делают передачи. Помогают игроку забивать мяч. Мяч выбит с пределы в стартой площадке. Пятеро спартаковцев набирают скорость, потому что в обороне у поляков сейчас мало игроков положения. Но ничего не скажешь. Сейчас спартакам, простите, легии, сайт искусственно кидался. Ну и спартака пока замен не было. В резерве спартака Афанасьев, Оленичев, Кетчинов, Мухаммадеев и Тяпушкин. У легии вратарь Шаматульский, Джегош Петр Моссор, Анджей Кубица, Адам Федорог. Нападающий только один здесь. Кубица. Итак, продолжается интереснейший матч двух чемпионов России и Польши. Лидеров группы B. 2-0. Спартак выигрывает на 10-й минуте второго тайма. Хлестов. Анодка. Никипоров. Хлестов. Спартаковцы в этом матче, что совершенно правильно, очень хорошо используют длинные передачи. С фланга на флаг, за спину защитников. Вот по первым минутам было видно, что неудачно играют в обороне защитники легии. И Спартак очень хорошо этим пользуется. Сколько же мы видели длинных передач. Спартак вообще не часто использует длинные передачи за спину защитников. Но сегодня Спартак хорошо подготовился к физическому технику. Главное, что тактически хочется отметить. Такую же тактически грамотную игру показал Спартак и в Легброне. Ох, как опасно. Ухарский был рядом с воротами. Мяч пролетел вдоль площади ворот. Обида показывает угловой удар Леша Кпиш. Вновь идет на угол поля. Ну и в группе «Б» сегодня матч у нас тоже интересует Руссенборг. Главой. Мяч выбит. Еще один удар. Не надо было трогать. Главой удар. Ну, случайно может быть Спартак что-то заделывать, хотя арбитр этого, по-моему, не заметил. И показал, что удар от ворот. Итак, 11 минута второго тайма. Дова нот. Хорош гол. Хорош гол. Спартака вот в первом тайме. Многие вас видели. Тоже были возможности. Помните, Пятницкий, Шмаров били с близкого расстояния. Юран бил за вратаря. Спартак вновь атаки. Валерий Шмаров идет прямо на защитник и смещается. Правый его атакует защитник. И угловой удар. Яцик Зелинский атаковал Шмарова. Илья Цимбалар идет выполнять удар. Быстрый Кошмаров пошел навстречу с Цимбаларем. И тот, и тот прошел вдоль линии штрафной площадки, ударил, попал в защитника. Никифоров, обратите, Христоф и Бетнер. Илья Цимбаларем. Илья Цимбаларем. Илья Цимбаларем. Не забывая о том, что у поляков совсем неплохая атака. Очень хорошо помогают нападающим на Кухарский полузащитники. И вот ошибка защитника. Выход 1 на 1. Можно убить. Еще не надо больше двигаться было. Ах, как. Ах, как Пятницкий, по-моему, это был. Как он промедлил. Можно было убить уже метров. 10-12 был товаров. Зеленский. Паштрахнул. Вещицкий тут был. С мячом. Еще одна передача в стартовую площадку. Ановка выбивает 5. А теперь Христоф еще дальше. Мамедов к центру ближе. Пиши получил передачу от Спартаковцев. Вещицкий упал. Крахный удар. Леша Кипа гладает великолепный удар. Это четкий, локсированный удар. Будет ли он бить или... Пиши, что Хротайте тут рядом. Пиши сбрасывает, испытается. Готовится оббросить на Хротайте тут. Отбросил. Тот ударил мимо ворон. Лучше, Пиши, наверное. Лучше команды. Птеги сам ударил. Пиши, может. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 кулькул и стратега очень высоко николай гала еще озеро президент российского спартака для которого во многом возродилась то популярное общество ну вот я хочу что сказать еще максим непростой видите нас это изменилось программе наверно не все это знали у нас передача планировать записи пока все 20 может кто-то опоздал вот сейчас кучу телеза игра идет для дико саду сообщить идет 22 минута прямой трансляции 22 минута второго тайма спартак выигрывает 20 но вы и не расстраивайтесь если вы что-то упустили не видели первый тайм в 0 часов 30 минут так где мы у нас будет программа осени матчах других лиги чемпионов мы вам покажем и выжимку наиболее интересные фрагменты и этого матча так что у нас вечером будет он 30 не 7 а 8 матч так не волнуйтесь все бывает это жизнь это живой эфир может быть тем и хорош живой эфир что все происходит на ваших глазах в эту минуту и вы смотрите тоже что видят люди которые пришли на стадион бюро как необычные манеры игры у юрана он может быть не очень хорошо держится в ногах до великолепных открывается свободы очень хорошо прикрывается мяч корпусом давай возможно защитников ведь не столько по ночи сколько по ногам отсюда штрафные отсюда забитый мячик но и как издержки отсюда боль травмы юрана но он все это только переноси же бедно главы да но да советовал тимбалар арбитру показать другую сторону тут не послужившего совета показал на рубин соли 24 минуты второго тайма позади спартак 2-0 выигрывает и обороняется леса птич и там команде правого угла поля выполнен туда удар мяч летит из штрафной площадке подать снова к пику и тут аут будет звуковую палитку цинбаларь мяч покинул поля 5 аут пиш станок лишь и опять спартаковцы бросаются под мяч обороняются очень хорошо сейчас центральный защитник не китаров нелегко дается победа посмотрите очень трудный мяч приходится с полной отдачи силы играть спартака команды хорошие в ходе какой бросок метров на 40 и 35 уж точно и леги атакует пытаются пробиться через центр к воротам ратайте в дело передачу кухарский спартак с громадным трудом обороняется кухарский и черчесов вот в этой ситуации черчесов решил сделать паузу кто увидел что цинбаларь слева-то открыт и точно бросил ему а тут же длинный пас вперед штрафную площадку легий с трудом зелинский отбивает мяч 5 зелинский южвяк да вы бывает ну что сделать когда усталость когда вот внимание уже рассеивается и так команде легия замена адам фидорук у кромки поля и он меняет родослава михальский очень хороший полузащитник роман фидорук тоже высок ростом 180 сантиметров у него 65 матчей провел за сборную обратите за легию ну и несколько матч за сборную польшу провел пятницу ну что ногам досталось 27 минута 2 тайма 20 спартак выигрывает московских лужниках у леги лига чемпионов прямая трансляция на канале орд восьмой играет фидорук нет смарт не успеет замена в дружине польской занять родослава михальский голс номер 8 беднар полисток тут решил попугать пишет помешало сделать точную передачу нет положить у него не оказался хлистова нет но рядом с ним и правее пошел вперед и юраны он оказался сложение игры польская команда такую удары далека это уже очень опасно был вещицкий с трудом отбил мяч через черчесов атака продолжать еще один дальний удар поляки включили дальнобойную артиллерию действия дважды наносились удары один раз прекрасно сыграл черчесов и есть возможность у спартака на контратаке чуть-чуть посильнее быть чуть-чуть посильнее бы пятницкий сделал тогда шимаров успел выключил удар забывали мяч подицы какая пошла игра атака направо на атака налево конечно спартак не будет отдыхать в обороне стараясь сдержать сохранить дачу конечно спартак будет на атаку от игры отвечать атакой и чем больше будут идти вперед поляки тем больше будет возможность спартака для ответных наступательных комбинаций out напоминаю в первом тайме с пенальти мяч забил никифоров во втором после изящной тонкой комбинации пятницкий он счет стал по 2-0 монета монета убегает от вичицкий идет идет дальше может быть отдать таки поделиться свечом уже можно было не просто было потому что победа уходила от него тут же рядом оказался другой соперник пиш по старту и площадку станок отбрать этот мяч бедор же черная попытка нанести дальний удар подставил грудь под удар кнопка и оказался с мячом пятницкий дальше направо шмаров тихонов меньше втором тайме играют правом фланга спартаковцы не столь заметен как первом тайме андрей тихонов ановка пятницкий так спокойненько трусцой пробежал на свободу место и получил мяч удар от ворот вот посмотрите футболисты какого не состояния бывают паузы и мы видим ставки потные лучше такой большой футбол это борьба 90 минут это высочайший темп и обе команды поведут борьбу так как они могут более быстро более комбинационно действует спартак спокойнее и стараясь точнее через середину поля проходить легия юран пятницкий свободе двух листов слева пятницкий кульков меньше 15 минут до конца встречи 2-0 еще дальше налево и дорога по свечицки легия приближается к штрафной площадке нет и удалось приблизиться спартаковцы очень хорошо тут в отборе сыграли символарь поста права тихонова тихонова угла стартой площадке приближается к углу входе штрафной площадку и отдает пятницу пятницкий так упечатляешь немножко устал вот не готов по моему он на все 90 минут вот сейчас остановился хотелось бы сыграл как атлет ворвался стартой площадке ну что сделать легия атакует федорук штрафной площадке у линии штрафной пост на лево висицкий федорук а выигрывает анопка отходит назад ведь не дают кухарский ведет борьбу с моментов и рукой отталкивает нашего защитника нападающей легии цезарь кухарский так и удар не торопясь черчеса подводят мяч нарушение было у линии штрафной площадке телезрители сейчас и видят единоборство кухарский и мамедова и рукой ким борцовским приемом бросает мамедова нападающей легии на траву 33 минута второго тайма 20 спартак выигрывает в москве у польской легии лига чемпионов а нотка ники про пошел 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 вперед идет идет падает и метрах в 8 от линии стражкой площадке сбивают нашего защитника с ног лежит он она то показывает что нужно выйти на поле доктору и массажистов от вода нет ники про убегает от защитников дальше его догоняет кухарский и бросается под ноги еще и рота сибирь вдвоем они тут кладут на землю нашего защитника штрафный удар 25 лет например ну может быть 27 долларов не торопясь партаковцы тут обсуждают кому убить ники про видимо постар дал и не будет бить юран бед попадает стенку кухарский проиграл борьбу в пятерке положение вне игры опять пятерки сделал хорошую передачу шумарову чуть-чуть поторопился немножко шумаров с рыбком если было мне игры сантиметров 20-25 не больше около 10 минут до конца второго тайма напоминаю спартак выигрывает в упорнейшем и очень интересном поединке у варшавской легии 2-0 польская команда мяч отбит но не очень далеко по-прежнему футболисты в зеленой форме варшавяне свечом пиш очень сильно очень сильно мяч не достать удар от ворот черчесов сейчас совершенно правильно опытный черчесов успокаивает партнеров сейчас нужно не торопиться не делать ошибок не в обороне не в середине поля ну вот написано сколько полет за сборную россии матчи черчесов 27 это немало никифор выбивает на центральный круг и аут фартак будет водить ночью боковой в самом центре поля смотрит хлистов кому бросить никифорову нельзя там соперни лучше вперед бросить менее опасно а нога хлистов еще дальше мяч отбит станок никифорову атакует избивает снов далеко центрального круга метр 34 на экране павел я нас главный тренер легии спартаков с ошибается хлистов пиш делает передачу стартой площадке площадку там никого нет с партнера моментов смещается на правый фланг из центра штатной площадке вышел вложение вне игры сергей юранов то что могли сегодня спартаковцы сделали используя такую систему обороны в одну линию раненевых несколько раз выходили к воротам убили сбить скорость они в конце концов второй мяч был забит после вот так использовал это построение в одну линию но сейчас она к отбил мяч и получает благодарность от своего более опытного партнера керчеса пиш справа выполняет угловой удар мяч или судовый удар головой поляки использовали использовали угловой удар и отлично сыграл головой по-моему один из защитников из центральных марек южвяк 2 1 вы в наших обострениях футбольных говорили что показывая игру что поляки хорошо играют головой и наносит дальние удары вот сегодня удар удался трое поляков боролись за мяч с нашими двумя защитниками и и южвяк ударил в верхний угол ворот 2 1 игра не кончил спартак атакую теперь минимальное преимущество московской команды юран отходит назад кульков нужно было отдать на поляки перехватывать мяч и атакует правым флангом очень опасная атака риферстанок идет вперед бросается в ноги выбивает мяч никипров за пределы поля и опять угловой удар нужно внимательно играть час спартак овцам и у поляков замена еще одна риферстанок покидает поле и вместо него выходит еще один нападающий анджей кубица 190 рост у этого футболиста вот самая вовремя выпускает его я нас потому что угловой удары мяч и атакуют смотрите как преобразилась эта команда атака за атакой спартак с трудом обороняется сейчас очень хорошая команда легия спартак и вел преимущество полтора тайма до андрей тихо на выгонять из ворот хотя с рядом со штангой как он вовремя оказался там 21 играть около пяти минут может быть немножко меньше индексимов полы 2 1 атакуют поляки ветер и опять угловой удар угловой удар у ворот на табло почему-то 2 0 и может быть не засчитали почти понимаю почему на табло 2 0 по-прежнему поляки атакуют удары мяч идет выше ворот нет все нормально было гол забит был правильно но это показывают защитников метод марек южгак сильный удар очень трудно играть конце спартаков там потому что активно действует очень активно действует футболисты легии нашли этих силы нашлись резервы меньше пяти минут играть команда нарушение центре поля юран держится за спину моментов это не 5 клинической площадке спартак показали не проводил сына наконец да водоп înc динамки хотели работники лаж青棋ов спара так пропустил нас ничего не сделаешь бог то был в лесах увидели 2 1 И три с половиной минуты до конца матча. Очень трудные последние минуты. Очень трудные для московской команды. И это мы тоже отмечали в наших программах. Команда Легия очень прилично проводит последние минуты. И первого тайма, и второго часто забивая мячи на последних минутах. В этом мы убедились сегодня еще раз. Но атаки продолжаются. Юж Мяк идет по правому флангу. Делает передачу сразу в площадку. Мяч выбит Шмаров на левом фланге. Нужно дальше. Дальше Илья Цымбаларь. Трое спартаковцев против трех защитников. Бягинский. Очень сильно. Но все-таки пытается догнать Цымбаларь. Нет, нет, не догоняет. Сил уже нет. Удар отворот. Спартак пропустил сегодня первый мяч в Риге чемпионов. Три забил и один пропустил. Польская команда быстро начинает атаку на своей половине поля. Обманное движение. Вещицкий недалеко от центрального круга. На своей половине поля. Направо. Направо. И здесь хорошо играет наш капитан. Капитан Спартака Виктор Анопко. Пас Шмарову. Шмаров налево. Цымбаларь останавливается. Старается подержать мяч. Шмаров пропускает мяч под ногой. И еще дальше пас Никифорову. Никифоров сильно бьет направо в направлении Тихонова. Тихона ведет борьбу. И удар отворот. Мне казалось, что угловой. Зрителям тоже казалось, что угловой. Что ночь ушел от ноги польского защитника Аратайчика. Нет. Удар. С угла площади ворот. Разыграли мяч. Футболисты Легии и Спартаковцы отходят назад. Отходят к центральному кругу. В оборону стягиваются и силы. Последние минуты второго тайма. Спартак выигрывает 2-1 и обороняется. Мяч. Мяч выезжал за пределы поля. И помогает там ввести его быстрее вратарь. Матцы исчезли. В центральном центре поля из-за боковой поляки вводят мяч в игру. Какой трудный матч. Какой получился интересный матч. Поляки вновь атакуют. По стартой площадку Анопко выбивает в центру. И здесь Юран пытается опередить защитника. Мяч Юрану. И получает Юран удар по ногам от Яцека Зелински. А Яцек Зелински получает арт-арбитра предупреждение. Как хорошо Юран прикрывает мяч корпусом. Ну, естественно, не без ущерба для своих ног. Достается ему часто. А как это брать мяч? Вот посмотрите. Как это брать мяч? Вот как? А время-то дорого. Полякам нужно срочно мяч отобрать. Тут уже любой ценой приходится атаковать Юрана. Страхный удар. Последняя минута второго тайма. 2-1. Цимбаларь. Пас. Направо. Вновь Юран. Вновь хорошо прикрывает мяч корпусом. Тут ему достается по ногам. Уже чуть ли не за пределами поля. Арбитр тут чем-то... Не простите, вратарь тут чем-то недоволен. Говорит арбитру. Честая. Устанавливает мяч на углу площади ворот. Цимбаларь. Мяч центре поля не попадает к Юрану. Шмаров не точно сыграл. Кто-то из польских игроков упал. Видимо, свело ногу. Но тут игра не останавливается. Потому что сейчас... Каждая секунда может все решить. Польской команде, конечно, хочется отыграть. Встает Беднарш. Это он лежал. А вратарь, честно, далеко покидает штрафную площадку. Делает передачу. Еще один пас вперед. Ближе к штрафной площадке Спартака. Спартак обороняется. И Мамедов сильно бьет. В сторону северной трибуны. Мяч падает. Вров к зрителям попадает. Фотокорреспонденты его пытаются возвратить на поле. Попадает мяч в нашу камеру. Лас-Лавактор говорит, что я все вижу. И прибавлю время, которое потратено на то, чтобы мяч вернуть на поле. Марек Южвяк далеко бросает мяч. Поляки атакуют. Дальний удар. Нет, это не удар. Это был плохой удар. И Спартаковцы отбили его к центру поля. Еще дальше пас вратарю. Вратарь с честной ногой отправляет мяч Зеленского. И все. Спартак одержал труднейшую победу со счетом 2-1. Напомню, что прибавляет. Команда умеет играть такой силовой, мощный футбол. Есть недостатки, безусловно, в обороне. И Спартак сегодня хорошо использовал. Матч получился увлекательным. До последней минуты поляки бились, чтобы сократить. Я вот хочу узнать, есть у нас возможность. Нет. Уважаемые телезрители, спасибо за внимание. Сегодняшняя прямая трансляция на канале ОРТ. Была организована общественно-российским телевидением. Режиссеры Раиса Панина, Ян Садеков. Коментатер Владимир Пиритур.